Слушайте, побывал на митинге Алексея Анатольевича Навального, много интересного для себя вынес. Разные впечатления остались, в том числе и некое разочарование, но главное, что засело вот здесь, можно охарактеризовать словами из песни Вася Обломова, наверное. Песня Вася Обломова будет чуть попозже. Тут один ребенок решил, видимо, выиграть, очень, видимо, захотел выиграть конкурс Навального, но каким-то, знаете, необычным образом на шестом номере, что ли, а получилось все не очень красиво. Я вообще долго думал, отвечать, не отвечать на вот этот вот выпад, но тем не менее, просто меня завалили комментариями, говорят, напиши, ответь ты ему, что ты сидишь, молчишь. Вот, давайте попробуем. 15 просмотров. Это многие из вас? Ну ладно. Руль, но я не считаю, что туда нужно это свать, потому что, когда реальная журналистика выпускает чисто новостные блоки без вставки своего мнения, у них получается неплохой новостной контент, но до тех пор, пока они не начинают высказывать свое собственное мнение. В чему они? Я вообще один работаю, ну да бог с ним. Вот, тут какой-то левый пассажир, давайте его промотаем. Навального много интересного для себя вынес, разные впечатления остались, в том числе и некое разочарование, но главное, что засело вот здесь. Дальше мы увидим, откуда это разочарование, это связано именно с, не то чтобы ЧСВ, но с личной обидой. Можно охарактеризовать словами из песни Вася Обломова, наверное. Причем здесь Путин. Потому что шуточки про многоходовочек. Вот это мне очень понравилось. Я честно скажу, я не понял, при чем здесь эта вставка, потому что шуточки про многоходовочки обычно относятся к Владимиру Владимировичу Путину. Причем здесь Путин. Так ни при чем тут Путин, это ты придумал, что там при чем-то Путин. Вообще речь идет о Навальном. В принципе, видео называется «Как я ходил на митинг Навального». Но если у тебя ассоциируется песня многоходовочка с Путиным, слушай, ну не надо навязывать другим это мнение, понимаешь? Потому что есть огромное количество каких-то других песен. Я откуда знаю, с чем они у тебя ассоциируются. Там ты беременна, это временно. Может быть, оно у тебя ассоциируется вот с господином Кадыровым. Я ведь не знаю этого. Вот. Поэтому не надо выдавать свои какие-то впечатления за общепринятые. Нет, опять-таки, возможно, это я просто немного туповат и я недопонял. Объясните мне, пожалуйста, в том числе это обращение к реальной журналистике. Несмотря на то, что Навальный регулярно заявляет о том, что надо восстановить свободу слова, утраченную в период правления Путина, организаторы митинга сделали все, чтобы нашей съемочной группе было неудобно работать на этом мероприятии. Видимо, не понравились сюжеты, которые мы делаем про них. Это замечательно просто. Вы посмотрите, если кого-то из журналистов не осветили вниманием, это означает, что... Нет, нет, нет. Давайте не будем. Вот этот вот маленький врунишка, вот мне вот, чем вот этот вот его ролик зацепил, что он сидит и врет через слово. Причем тут, да, внимания не уделили каким-то журналистам. Да, журналисты пришли, вы проводите общественное мероприятие. Приехали журналисты. Сказали, ребят, мы вот хотели бы поучаствовать в мероприятии. В чем проблема? Вот, собственно, об этом и был спич. Алексей Анатольевич постоянно говорит, нас не пускают там на российские телеканалы. Пожалуйста, я тебе предоставил такую возможность. Я притащил туда канал, который вещает в 45 регионах России. Этот канал не допустили. Вот и все. Вот об этом был разговор. Просто подошли и сказали, ребят, мы вот хотим поучаствовать. Сказали, не, ребят, вы идите лесом. Компания Навального направлена против свободы слова. И то, что они всегда говорят со своими какими-то конкурсами по созданию независимых блогеров, со своим альтернативным телевидением, то все, свободы слова нет. И дальше давайте разберемся. Какое-то у Навального есть альтернативное телевидение. Я просто первый раз в жизни о нем слышу. Серьезно? Есть телевидение какое-то у него? Ага. В чем заключается это ограничение свободы слова? Здравствуйте. Две заявки вам подавали на аккредитацию. Нет, нет, нет. Не приеду. А как так же? Посмотрите просто, как нагло этот журналист подходит к Руслану Шевединову. А как он должен подойти к Руслану Шевединову? Руслан Шевединов пресс-секретарь на минуточку. Да, когда не пускают съемочную группу, к кому еще подходить? Я не знаю, может быть ты подходишь к пресс-секретарям и начинаешь целовать их в правое полупопия там или в левое. Это твои проблемы. Есть пресс-секретарь, подходит человек к нему и говорит, мы подавали две заявки на аккредитацию, почему нас сейчас не пускают? Это нормально. Если ты не умеешь работать, если ты этого не знаешь и привык просто через целование ботинок куда-то проходить, ну это твои проблемы. Я почему так эмоционально на это реагирую? Потому что Руслан является пресс-секретарем компании Алексея Навального и он просто все время в каких-то поездках, перелетах, он всегда замученный. К слову, я с ним беседовал об этом. Слушай, не надо его оправдывать, он там все время замученный. Назвался клизмой, полезай туда, куда суют клизму. Ты назвался пресс-секретарем. Будь любезен, работай с прессой. Не ходи и не рассказывай, что ты устал от перелетов, переездов, еще чего-то. Это твоя работа, твоя главная работа взаимодействовать с журналистами. Или я что-то не понимаю, или ты сидишь сейчас и брешешь. За кадром кактуса просто посмотрите на лицо Руслана. Он реально просто уставший, запыхавшийся. Дальше я объясню, в чем обстояла ситуация. Я связался с Русланом и спросил у него, что там произошло. Крик ТВ. Крик ТВ, друзья. Подожди, ты связался с Русланом, спросил, что там произошло? Так покажи это. Че ты опять сидишь брешешь-то? Я связался с Русланом, но я вам не покажу, что я там связался. И показываешь дальше мое видео. Это мое видео. Это я связывался с Русланом. В данный момент это снимал я, не ты. Ты только что ляпнул, что ты связался с Русланом. Ну и... Дело в том, что до митинга с Русланом должны связаться все журналисты, все средства массовой информации... Брехуна. Вот я тебе показываю. Например, дело в том, что до митинга, туда-сюда... Телефонов, которые в принципе... Мол, ну мне нужно просто с вами связаться. Никто не бьет, звонишь. Привет, это Навальный, сейчас вам кто-нибудь ответит. Затем секунд 30 ты слушаешь дурацкую музыку и связь обрывается. Это полный бред. Это полнейший бред. Потому что я как человек, который... Хорошо, пожалуйста, тебе пример полнейшего бреда. Я вчера буквально попросил человека позвонить в штаб Навального. Вот так вот это было. Привет, это Алексей Навальный. Вы дозвонились в штаб моей компании по выборам президента. Сейчас вам ответит свободный оператор. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Как можно связаться с Кирой Ермыш? По электронной почте. А еще как? Вот комментарии. Лучше так. Я журналист в игральной... Подождите, пожалуйста. У журналистов нет такого понятия по электронной почте, если вы знаете и работаете с прессой. У нас время... На сайте есть разделки СМИ, там вся информация об этом написана. Если у вас других вопросов нет, то задерживайте соброшенный угол. Все, хорошего вас застания. И теперь вот я хочу показать вот эту вот тоже очередную бредятину, где он там свистит. Надо было заранее там отправить письмо или что-то. Это письмо? Да, конечно. Приходите к такому-то времени на площадь. Вас проводят в зону для прессы. После митинга будет подход к журналистам. Вы сможете задать свои вопросы. Вот еще раз я тебе показываю это письмо. Посмотри дату. 14 сентября я его отправлял. 14 сентября мне этот Руслан ответил. Добрый день. Вас проводят. Бла-бла-бла. И все. Ладно, дальше не хочу продолжать. Там этот маленький лагунишка будет дальше продолжать. Что-то там брехать. Самое главное, где-то я не буду сейчас искать этот момент. Где-то он там озвучил у себя в ролике, да, что я являюсь оппозиционным каналом. Более того, мне очень многие пишут, да, там я вот читал у него комментарии, что вот, если ты оппозиционный канал, ребят, кто вам вообще сказал, что мой канал является оппозиционным? Вот. Я просто хочу вам показать одну простую вещь. Вот здесь вот, да, на титульной странице написано реальная журналистика. Тут не написано оппозиционная журналистика. Почему не написано? Потому что она не оппозиционная. Я занимаюсь здесь журналистикой. Я уже много раз говорил, да, а если Навальный будет делать что-то полезное для общества, я обязательно об этом скажу. Если кто-то из единороссов сделает что-то полезное для общества, я обязательно об этом скажу. Я не целую ботинки кому-то там, просто потому что кто-то... Вот всегда находится какой-то Арслан, который записывает меня в оппозицию. Я не являюсь оппозиционным каналом, не был никогда. Я здесь занимаюсь журналистикой. Для меня важнее, да, слово. Я отвечаю за свои слова. Ты, пожалуйста, хочешь выиграть этот конкурс? Ну, молодец, ты здорово лизнул. Но только язык не сильно глубоко у тебя там запал, где ты лизнул. Поэтому я желаю тебе победы в этом конкурсе, тем более, я говорю, ты уже залезал вот так вот. Для меня важнее мое слово, да, и я за свои слова отвечаю. Если я рассказал в этом видео о том, как я ходил на митинг Навального, я просто все это и рассказал. Как оно было. Я все это показал. А ты сидел и врал. Мало того, что ты там половину моего видео вырезал. Вот. Где-то о чем-то умолчал. Но ради бога. Я желаю тебе быть тем, кто ты есть. Это была реально журналистика. Все, пока. Пока. Прилично стелись Насколько можно Нести херню Совсем не сложно